Сегодня мы начинаем новую рубрику. Называется она «Путешествия по улицам Дангэ». Первое наше путешествие будет по улице Зои Космодемьянской. Сейчас мы находимся в самом начале. Вот эти дома справа и слева. Это первые дома улицы Зои Космодемьянской. Сейчас мы перейдем в улицу Бельска и пойдем по улице Зои Космодемьянской. У нас тут кирпич проезда запрещен. Движения односторонние, как и на многих улицах города. Так, здесь у нас автосервис. Двухэтажный. Сейчас мы пересекаем улицу Титова. Движения все еще односторонние. У нас кирпич висит в ветвях деревьев. Здравствуйте. А тут у нас находится молдавская школа. Дети обучаются на молдавском языке. Насколько я помню, это начальная школа. Первые классы. Периодически здесь можно увидеть автобус. Даже иногда колонна машин приезжает, привозит детей. Вот это Космодемьянская, 5. Очень уютная такая школа. Пересекаем улицу Петровская. Слева от нас школа номер 18. С мини-футбольным полем. Очень популярное поле. Сюда нередко приходят не только дети, но и взрослые поиграть. Вот тут такой мост. Посмотрим, что тут мостом происходит. Что-то тут когда-то текло. Такая ложбина. Что-то тут когда-то, типа ручья, текло. Но сейчас нет. Сейчас тут обитают бездомные собаки. Находят приют. Наверное, здесь типа логово маленького. А справа от нас кадетское училище. Немножко истории. С совместным приказом Министерства просвещения и МВД от 9 июля 2002 года на базе бывшей железнодорожной школы-интерната номер 2 была образована Республиканская школа-интернат спортивного профиля с кадетским отделением. А на основании воспоряжения президента ПМР от 2 августа 2004 года железнодорожная школа-интернат номер 2 преобразована в Республиканскую кадетскую школу-интернат имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вот это проходная. Тут корпуса учебные. А слева от нас школа номер 18. Такая физкультурная площадка. Неплохо оборудована здесь. Тоже часто занимаются не только школьники, но и местные жители. В этом году школе номер 18 было присвоено имя героического экипажа БМП номер 1 который погиб в 1992 году во время Приднестровского конфликта это БМП установлено на въезде в Бендер сразу как по мосту пересекаем Днестр первое что видим это уже мемориальный комплекс и там установлено БМП и вот теперь школа в этом году была присвоена 16 июня теперь школа носит название имя именность этого экипажа так это собственно о школе а это мемориальная доска которую установили в честь присвоения школе имени героического экипажа справа от нас сейчас находится завод не знаю чем этот завод занимается но люди которые ищут воск обычно разыскивают этот завод как таблички нет это у нас автосервис называется у Сергея автосервис а дальше дальше автостоянка тоже видите какие снаряды установили в школе для различных мероприятий военно-патриотических и спортивных и большой стадион большой стадион приближающий школе но как правило он не такой популярный как мини поле хотя сейчас можно видеть ребят кто пытается упражняться опа а а а а а Слева у нас мебельный магазин Реал. Ну, какое-то время здесь был рынок, сдавался, как говорили, но дело не пошло, и уже несколько лет здесь находится мебельный магазин Реал. Так, а справа мы видим историка военный мемориальный комплекс. В ноябре 2006 года президент Смирнов Игорь Николаевич подписал указ о создании военно-историка мемориального комплекса. В 2007 году, 24 апреля, был установлен крест и освящен, и произведена закладка. Это часовня в честь невыкотворного образа Христа Спасителя. Вот это часовня. Окрест я сейчас покажу. Окрест я сейчас покажу вам. Вот этот крест. Каждый год регулярно здесь проходят торжественные мероприятия, связанные и с днем скорби и памяти 19 июня, и с праздником днем Преображенского подвольского полка. Это как оформлен вход в Суус Ермакова. Это место часто посещают туристы, крайне мере, из Германии я видел немало туристов здесь регулярно. По данным историков, на месте заброшенного кладбища, кто помнит, раньше здесь было заброшенное кладбище, здесь погребено 5127 человек. Официальный комплекс открыт 7 октября 2008 года. Всего на кладбище установлено 249 гранитных плит с именами 4740 солдат и 10 генеральских памятников. Сейчас мы покажем один из памятников. Магазин Александра. Здесь можно купить всякую всячину и бандерская выпечка. Здесь можно купить только бандерскую выпечку, к сожалению. Почитаю, терраспольский столовый хлеб, но здесь его нет. Кое-что я впустил. Я думаю, тем, кто давно уже уехал из Бандер, будет близко к сердцу заброшенное строение. Тут кафе раньше было, был магазинчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такое кафе было здесь раньше. Когда-то это было горячее место, довольно уютное. Сейчас все просло. Не скажу, что это некрасиво. По-моему, тоже уютно. Здесь у нас ремонт обуви. Тут была беседка, где можно было отдыхать. Вот, к сожалению, все это пришло. Запустение не ожидает нового владельца. Не ожидает уже долго. Вот тут был магазинчик продукты. Природа постепенно захватывает территорию. То же помещение ждет своего нового владельца. Ждет уже давно. Вот, обратите внимание на колокола. Продолжение следует... И мы подходим к концу. Где улица Зоя Космодемьянская и краица Ермакова. Кстати говоря, здесь находится знаменитый Пентагон. Вот эти дома выстроены таким образом, что чем-то напоминает Пентагон. Кстати говоря, на гугл-картах, хотя это название неофициальное, но на гугл-картах вы можете его встретить. Так и называется. Пентагон. Тут у нас рыночек. Называемый хитрый рыночек. Маленький рыночек продуктов. Здесь молоко, фрукты, овощной магазин, магазин Прага. Магазин Прага. Вот и целые молодые люди. Здрасте. Обменный пункт. Обменный пункт. И вот наше сегодня все путешествие закончилось. Кстати говоря, бордюр построили совсем недавно. Вот так сверху выглядит улица Зои Космодемьянской. Напомню, что Зоя Анатольевна Космодемьянская Это первая женщина, достойная звания Герой Советского Союза. Красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. Была заброшена в 1941 году в немецкий тыл и казнена фашистами 29 ноября 1941 года в Петришево. Вот улица Ермакова. Большая магистраль по направлению Кишинева. Редактор субтитров А.Семкин